Всем привет! В это необычное, непростое время, когда все мы вынуждены оставаться дома для нашей собственной же безопасности, Российский Стольный Союз и Платежная Система Мир запускает совместный проект, в котором будет рассказываться о том, как правильно питаться, положать вести здоровый образ жизни и даже тренироваться в условиях самоизоляции. Смотреть проект можно на аккаунте сборной Тима Раши. Адекватные нагрузки питания, сбалансированные тренировки – это залог того, что мы называем здоровье. И это позволит нам сохранить здоровье во время всего этого очень непростого периода. Сейчас я передаю слово тренеру по профилактике травматизма и реабилитации сборной России Игорю Степанову, который расскажет вам о том, как можно дома каждый день с помощью простых, но очень эффективных упражнений поддерживать себя в хорошей физической форме. Добрый день, меня зовут Игорь Степанов и вместе с официальным партнером сборной России по футболу, платежной системой МИР. Я покажу вам несколько тренировочных сессий, которые вы можете выполнять дома, поддерживать уровень физической активности высокий в самоизоляции. Упражнения, которые помогут проснуться и разбудить тело утром. Каждое упражнение выполняете по 10-15 повторений, паузу между упражнениями свободные по продолжительности. Первое упражнение – две руки и корпус разворачивается в одну сторону, и с комфортной амплитудой голова разворачивается в противоположную, для того, чтобы чуть-чуть улучшить подвижность шеи. Следующее упражнение – тот же самый принцип, только для другой стороны. Следующее упражнение – две руки тянутся вверх и назад, и голова опускается вперед и вниз. Это упражнение также направлено на улучшение подвижности шеи. Следующее упражнение – две руки находятся вверху и наклоняются в левую сторону и вернутся в стартовую позицию. То же самое для другой стороны. Следующее упражнение – две руки перед собой параллельно полу и разворачиваются влево и вернутся в стартовую позицию. То же самое для другой стороны. И заключительные два упражнения – из стартовой позиции две руки тянутся с комфортной для спины амплитудой вверх и назад и вернутся в исходное положение. И заключительное упражнение – две руки делают мах назад и голова опускается вниз. И на этом утренняя часть нашей тренировочной программы окончена. Гуд? Бивная силовая тренировка уже более интенсивная по сравнению с утренней зарядкой. И каждое упражнение необходимо выполнять по 15-20 повторений. По три сета для каждого упражнения. Пауза между упражнениями, свободная по продолжительности. Первое упражнение – отжимания. В стартовой позиции ладони в комфортном положении. Более сложный вариант будет отжимания, стоя на носках. Облегченный вариант будет отжимания, стоя на коленях. Коснуться грудью пола и вернуться в стартовую позицию. После упражнений, в которых руки контактируют с полом, желательно их обрабатывать антисептиком и… Это можно будет потом чуть исправить. И в ходе тренировки, если вы трогаете лицо руками, то делайте обработанными руками антисептиком. Следующее упражнение, которое мы будем делать – выпады. Одна нога находится спереди, другая нога находится сзади. Весовая нагрузка равномерно распределена между передней и задней ногой. Таз опускается вниз и вернуться в стартовую позицию. Таких 15-20 повторений для одной ноги. 15-20 повторений для другой ноги. Следующее упражнение – планка грудью в сторону пола. И в позиции планки таз будет делать движение параллельно полу в правую и в левую сторону. Амплитуда движения таза комфортная для поясницы. Также через паузу мы делаем три подхода по 15-20 повторений. И заключительное упражнение – это приседание. В комфортной постановке стоп. Таз опускается вниз, две руки параллельно полу и руки один раз разворачиваются немного влево, второй раз немного вправо. И опять же амплитуда разворота руками должна быть комфортной для коленей, для поясницы, для голеностопных суставов. И на этом данная часть тренировочной программы окончена. Для тех, кто работает в течение дня за компьютером и проводит много времени сидя, я рекомендую делать 2-3 раза в течение дня кардио-сессии, в ходе которых вы будете выполнять активные достаточно упражнения. И каждое упражнение выполняйте по одной минуте, 30 секунд паузу между упражнениями. И можете делать в одной сессии от 3 до 5 кругов. Первое упражнение – бег на месте. Первый круг можете начинать выполнять с комфортной скоростью. Это будет разминочный круг. И минута идет сет, 30 секунд пауза. Следующее упражнение – джампинг джек. Две ноги прыгают в сторону, две руки поднимаются вверх. Также минута идет сет, 30 секунд пауза. Следующее упражнение – бег со смещением вперед-назад. Также минута сет, 30 секунд пауза. И заключительное упражнение – бег из стороны в сторону. Также минута длится подход, 30 секунд пауза между подходами. По мере увеличения готовности, каждый следующий круг можно выполнять немного быстрее, быстрее и быстрее. Заключительную тренировочную сессию рекомендую вам выполнять за 20-30 минут до отхода к ночному сну. Первое упражнение будет направлено на мышцы кора. И больше упражнений из программы для кора вы можете посмотреть в серии плакатов, которых есть на портале РФС. И остальные упражнения будут направлены на улучшение подвижности, статическая растяжка. Первое упражнение – стартовые позиции. Если левое колено опирается на мат, то правая ладонь также создает опору. В исходном положении коснуться локтем колена и выпрямить руку и ногу. Таких 15 повторений для одной стороны, 15 повторений для другой стороны – два сета. Следующее упражнение – в стартовой позиции. Одна нога стоит на колени, другая нога с топой стоит на мате, носок направлен вперед. Потянуться рукой вверх и в сторону и зафиксировать такую позицию на 15-30 секунд. То же самое выполняется для другой стороны. Следующее упражнение – в стартовой позиции одна нога на колени, другая нога с топой стоит на полу. Таз делает движение вперед до комфортного натяжения в передней верхней части бедра. И удерживайте эту позицию 15-30 секунд. Так, чтобы в пояснице были комфортные ощущения. И то же самое для другой стороны. Следующее упражнение – в стартовой позиции сидя, прямые ноги и носки направлены на себя, потянуться руками в сторону стоп, дойти до комфортного натяжения в мышцах задней поверхности бедра и мышцах спины и удерживать эту позицию от 15 до 30 секунд. И после этого комплекса через 20-30 минут вы можете отправляться спать. Спасибо большое.